Доброй Ранницы Беларусь, как и обещали. Прямо сейчас эксклюзивный эксклюзив в нашем эфире. Встречаем в студии Доброй Ранницы Беларусь народного артиста России Эдгарда Запашного и суперфиналистку шоу X-Factor в Беларуси Настю Кравченко. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Цирку ехал клоун и остались, да, Настя, правильно? Правильно. Именно на эту песню мы сегодня презентуем клип, в котором имел, я не знаю, радость, счастье, удачу сняться, ну так сказать, сняться. Я потом поясню свои слова, да, и Эдгар. Расскажите, пожалуйста, каково вам ощущать себя в роли мультяшного героя? Ну, во-первых, мы там с братом вдвоем раз, во-вторых, очень хорошая песня, потому что прежде чем дать согласие на то, чтобы участвовать в таком интересном музыкальном произведении, ты его слушаешь. И мне понравились слова, я понял, что отчасти где-то это про мою жизнь, она реально, песня интересная, красивая. Я уверен, что она станет хитом, потому что она легко запоминается, видите, вы как сразу ее начали напоминать. Она очень атмосферная, интересная, поэтому, познакомившись еще и с возможностью графики, потому что это мультяшный клип, я понял, что все сходится, все хорошо, и надо в таком принимать участие. Поправку вносили в ваш образ, так что-то мне тут не нравится, немножко ухо большевато нарисовали, тут ус отклеился, нет? Я попросил, можно ли вырезать полностью брата, но они не согласились. Исторически нет. Стоит сказать, что, между прочим, перед нами один из самых молодых народных артистов России, на секундочку, с братом вместе, да? Да, ну, уже больше 10 лет назад мы с братом получили это почетное звание, конечно, это приятно, здорово, это история, но у меня есть еще навязчивая идея, а вдруг когда-нибудь я стану народным артистом еще и в Белоруссии? Мне прям очень этого хотелось бы. Кто знает, мое желание нужно озвучивать, вот, озвучили. Может быть, благодаря клипу даже, да, Настя? Это все случится. Кстати, клип у тебя уже второй, расскажи нам немного о сюжетной линии. Это все мультипликация, конечно же. Как в «Ромашке», да? Да, да, то же самое. Тоже присутствует, ну, в этом клипе про цирк, там у нас сюжет «Я с младшей сестренкой». Я всегда просто мечтала о младшей сестренке, на самом деле ее у меня нет, но все выдумка. Вот, мы пришли в цирк, и вот тут вот начинается представление. Вот эта сказка, вот это вот, какие-то фантазийные нотки. Тигры выходят, Настя? Конечно, конечно, все там, ну, конечно. Просто то, чего нам не хватает, наверное, в жизни, каких-то ярких красок, ярких эмоций. И это все отображается в клипе. Какая-то... Каждый увидит что-то свое, возможно. Вот, поэтому очень-очень рада сегодня тут презентовать. Настя, ну, давай мы расскажем, что ты рада не только потому, что ты презентуешь клип, но и потому, что ты впервые видишься с Эдгаром вживую. Вживую, так сказать, очная ставка, друзья, у нас состоялась. Что вот, на самом деле, все рисовалось автономно. То есть вы в Москве, Настя в Минске, и вот так вот связывались... Ну, надо отдать должное продюсеру, Сергею Минскому, который очень так ответственно отнесся ко всему этому. Передаем ему привет большой. Я, начиная с этапа сценария и заканчивая качество и графики, пошагово все советовался, утверждал. Поэтому, ну, видно было, что люди относятся ответственно. Это было очень приятно. Я еще помню момент, когда мне Сергей пересылает голосовое сообщение. Там, где вы говорите про то, что песня хорошая, про то, что мы не против, чтобы наши образы там использовались. Я такая слушаю. Какая прелесть, да. Как у меня не привычка было. Целые народные артисты, которые умеют управляться там с тиграми и львами, а вот будут еще управляться и с Настей, с твоим клипом. Долго рисовали героев? Долго. Сколько вариантов было? Вот вам же наверняка присылали. Ну, судя по тому, как у нас двигался процесс, очень кропотливая работа была сделана. Это действительно, ну, как бы не на коленках. А какую фотографию свою прислали? Говорят, вот я хочу быть как здесь. Нет, они сами предложили нам образы, которые, ну, узнаваемые. Как видят вас? Нет, не как видят, как увидят зрители. Узнаваемые образы братьев Запашных. Там самые знаменитые наши костюмы, прически и все остальное. Там легкая небритость. Мы с братом тоже отличались друг от друга. Все-таки мультик есть мультик, но так что все было хорошо. Друзья, это шикарно. Давайте еще расскажем о том, что вы стали ведущим нашего прекрасного, потрясающего шоу Героя Трансформация. Вместе с Марией Богатырь вы, собственно, проводите наших звезд, и не только звезд, через, ну, на самом деле, тернии. Каково вам? Сложнейшее, сложнейшее препятствие. Знаете, я очень рад, что на белорусском телевидении есть вот такой громадный проект. Его по-другому не обозвать. Дорого, богато, солидно, мощно. Ребята на очень долгое время закрыли конькобежный стадион. Я никогда не был на конькобежном стадионе. А это две хоккейные коробки в длину умещаются. То есть студия невероятно большая. Раз, вторая. Самые лучшие атлеты, спортсмены, чемпионы мира по пожарно-спасательному спорту принимают участие. Звезды на постоянной основе приходят. Поэтому, конечно, быть частью такого проекта – это большая честь. И я убежден, что успех будет у проекта. И самое главное, что в сезоны мне бы хотелось. Я не знаю, буду ли я ведущему следующим сезонов или нет. Но как зрителю очень бы хотелось, чтобы продолжение у этого проекта было. Потому что на сегодняшний день это правильная популяризация спорта, правильного образа жизни. И я очень рад тому, что здесь, в Белоруссии, я уже не первую неделю нахожусь и снимаю здесь. Едите драники с картофельной бабкой в перерывах. Я с этого начал. Это был ваш райдер. Но вы знаете, говорят, что цирк – это ежедневное преодоление себя, риск для жизни и упорный труд. Прошел к герою, что бы вы могли сказать? То же самое, наверное, да? Я могу то же самое сказать. Другое дело, что если цирк – это каждодневная работа, то здесь степень ответственности совершенно другая. Вы принимали участие в этом и знаете, что ошибаться все боятся, все не хотят. И у нас, к сожалению, и травмы уже были на площадке, скорая помощь дежурит. Не серьезные, но все-таки травмы есть, потому что ребята, девчата отдают себя полностью. Потому что испытания серьезные. Испытания, да, испытания идут как бы в прямом эфире. Нету возможности, никто не дает возможности привыкнуть, потренироваться, переписать. Нет, вот как получилось, так получилось. Поэтому изначально, согласившись на этот проект, у меня был ровно один вопрос. Ребята, все по-честному или мы клоунадой занимаемся? Они говорят, нет, 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 все по-честному. Никакого цирка. Никаких подстав. И когда мы знаем, что отдельно в закулисе участники шоу подписывают договор на страхование, тут еще дополнительно убеждаешься в том, что все тут абсолютно по-честному. И действительно даже не давали подойти к этим снарядам, чтобы попробовать даже что-то. То есть реально все было по-честному. Но не только я принимала участие в этом шоу, Настя в прошлом году тоже, между прочим, боролась друг против друга. Настя, расскажи, пожалуйста, свои впечатления. Ну, наверное, тебе хотелось в этом году повторить, скажи честно. Взять реванш. Да, мне хотелось все-таки на высоту попробовать. Я понимаю, как-то ноги у всех колотились. Да не то слово. Видели, видели. Но именно в прошлом году для меня скорее была какая-то эмоциональная сложность. Я в этой клетке, вроде все просто было, вроде я и пролезть могу, и то. Но у меня с эмоциональной точки зрения, я думаю, задела один луч, думаю, все, задела один, задела и второй, и третий. Просто уже встала психованно, пошла уже куда-то, задеваю эти лучи, иду, так это мне уже ничего не надо. Пессимистка, короче, включилась. Вот, именно вот с этой точки зрения. Друзья, ну спасибо вам огромное за беседу, это было очень позитивно. Я уверена, что наши все зрители, даже если бы не очень бодрые, то сейчас 100% взбодрились. Друзья, ну а чтобы вас взбодрить еще на 101%, Таня, давай покажем все-таки клип. Согласна? Пользуем это сделаем, дорогие друзья. Прямо сейчас Настя Кравченко, цирк, премьера клипа в нашем эфире смотрим. В цирк уехал, клоуны остались, и мы с тобой опять местами поменялись. То я тебя люблю, а ты меня нет, то все наоборот, короче, бред. В цирк уехал, клоуны остались, ну скажи, зачем же мы с тобой так влюблялись? Я тебя влог, и ты звонишь на славах, и нам так нравится, друг другу портить нервы. С нас уже смеются друзья, мы оба не в адеквате, ты говоришь дура, я. Ну а ты дурак в квадрате, сначала мы орем друг на друга, потом мы орем друг с другом. И так по кругу, а так еще раз по весу кругу. В цирк уехал, клоуны остались, и мы с тобой опять местами поменялись. То я тебя люблю, а ты меня нет, то все наоборот, короче, бред. В цирк уехал, клоуны остались, ну скажи, зачем же мы с тобой так влюблялись? Я тебя влог, и ты звонишь на славах, и нам так нравится, друг другу портить нервы. Нервы на пределе, но мы снова взяли, и я каждую неделю. То любовь, то делать вид, что параллельны чувства, и вообще не грустно. Без твоих звонков, а в стену кулаком, бегущих каблуков, давай не будем из-за пустяков. В цирк уехал, клоуны остались, и мы с тобой опять местами поменялись. То я тебя люблю, а ты меня нет, то все наоборот, короче, бред. В цирк уехал, клоуны остались, ну скажи, зачем же мы с тобой так влюблялись? Я тебя влог, и ты звонишь на славах, и нам так нравится, друг другу портить нервы. Цирк уехал, клоуны остались, ну что это такое, мы опять поругались. Я ж тебя люблю, и ты меня в ответ, ну скажи, зачем, зачем нам этот древ? Цирк уехал, клоуны остались, ну скажи, зачем же мы с тобой так влюблялись? Я тебя влог, и ты звонишь на славах, и нам так нравится, друг другу портить нервы.